Слава Украине, привет от Болонского, а для россиян специально привитанничку вид Степана Андреевича Бандеры, да. Итак, друзья мои, мы видим сейчас, как российские СМИ и российские пропагандисты с пеной у рта начали визжать о том, что они никого в буче и в окрестностях не убивали, что все это фейк, что все это подделка. Ну и выдвигая при этом, знаете, сотни каких-то невообразимых версий, как это все могло произойти, я вам скажу следующее, ребята, это все отработанная технология, обращать на это не надо никакого абсолютного внимания, эта технология еще отработана после того, как они сбили рейсы MH17, помните, как они выдвигали десятки, сотни рейсов, извините меня, версий, по поводу того, как это могло произойти, что это сбили не мы, это кто-то вот там, это летчик Волош, кто там еще, Альфа Центавра на них напал, инопланетяне напали, хохлы сбили из рогатки Земли, то есть они выдвигали десятки абсолютно абсурдных идиотских версий, но которые требовались потом проверки, с тем, чтобы похоронить все это дело в проверке, бесконечной проверке абсолютно невообразимых каких-то версий, которые невозможно было даже на уши натянуть. Сейчас, сотворив вот такой вот акт геноцида в Буче и в окрестностях Буче, они делают абсолютно то же самое, то есть они выдвигают абсолютно невообразимое какое-то количество взаимоисключающих историй, фантастических, совершенно фантастические твари выдвигают фантастические истории. И требуют, чтобы каждая из этих историй была проверена. Ребята, на это просто не надо обращать внимания. Вот они, пускай, со своим одноклеточным лохторатом, вот и разбирают все свои истории, все свои версии. Нас это не касается вообще. У нас есть абсолютно понятная ситуация. Есть расшисты, есть российские нацисты, которые убили украинцев в Буче и не только в Буче. И вот с этим надо разбираться. Это факт. И выдвигать какие-то другие версии, ну это себя не уважать, рассматривать их себя не уважать дважды. Соответственно, рассматриваем только тот факт, который есть, который нам всем хорошо известен. И не тратим силы на какие-то другие вообще фантастические, абсолютно невероятные истории от Лаврова, Путина и прочей сволочи. Пожалуйста, сейчас приедут сюда прокуроры Международного уголовного суда, они со всем разберутся. Материала достаточно, хоть отбавляй, расшизм будет пригвожен к позорному столбу. Как тот русскоязычный мальчик, о котором они когда-то пели песни. Только в натуральную величину и в лучшем виде. Слава Украине!